А теперь подробнее об этом. Выборы главы региона проходили под контролем наблюдателей и членов общественной палаты. В Люберцах за ходом проведения голосования следили также народные избранники, депутаты Московской областной думы и руководство городского округа. В заключительный день голосования глава Люберц Владимир Волков посетил новую школу Науридского, где работало три избирательных участка. По словам наблюдателей и членов комиссии, все три дня прошли спокойно в штатном режиме. Такая же обстановка в лингвистической школе на Сиреневом бульваре. Жители нового микрорайона, в основном молодые семьи, активно подключились к процессу голосования. Выборы губернатора – это очень важно для нас. Поэтому мы решили сделать все это вместе, прийти всей семьей и проголосовать. Кабурский проспект, чтобы достроили. Все, чтобы… ну, как бы вот, все, вот эта инфраструктура, чтобы она… То, что обещали, как бы, чтобы оно было сделано. Как прошли выборы на избирательных участках 15.50 и 15.51 узнала наша съемочная группа. Информационные стенды, сотрудники полиции, присутствие наблюдателей. Члены комиссии следили за порядком и анонимностью голосования. На избирательном участке номер 15.50 сделал свой выбор Владимир Ружицкий. Избирательная кампания, она длится достаточно уже долго. Мы стремились, по крайней мере, к нашим жителям достучаться, дать информацию о всех кандидатах. Их немного, всего четыре. Все люди известны. Поэтому есть, как бы, возможность выбрать себе того, кого считает человек нужным. Я думаю, что наши жители достаточно опытные, они наблюдательные, они понимают, что происходит и что хотели бы видеть в перспективе. Я думаю, что выберут достойного кандидата, который будет возглавлять Московскую область на ближайшие пять лет. На избирательный участок номер 15.51 в Малаховке выполнить свой долг пришла Лидия Антонова. Я думаю, вообще для всех жителей важно, что происходит рядом с домом, какие есть хорошие вопросы, подвижки. И поэтому вот прям с утра первое, что сделала, приехала сюда. Будем надеяться, что мы сможем все, я имею в виду наших малыховчан, выполнить свой долг. Я думаю, это не только долг, это и желание поучаствовать в этом важном событии. С восьми утра, в первый день голосования, приходили жители, чтобы сделать свой выбор. На выборы прихожу, чтобы отдать долг, свой голос за свой поселок. И чтобы что-то было лучшее в нашем мире. В эту выборную кампанию легитимность процесса обеспечивал созданный по инициативе общественные палаты, Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Московской области. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жители городского округа показали активную гражданскую позицию на выборах губернатора Подмосковья. Не остался в стороне отважного политического процесса и депутат Московской областной думы Игорь Каханы. После голосования он пообщался с Луизой Егиазарян. В здании 10-й школы разместилось 7 участковых избирательных комиссий. К каждому участку прикреплено более тысячи жителей городского округа Люберцы. Присутствуют наблюдатели от различных партий. Помимо этого у нас ведется охрана органов полиции, у нас ведет служба пожарная служба, то есть МЧС. Открылись все участки 8.00, все по графику, все идет в штатном режиме. В этом лично убедился депутат Московской областной думы Игорь Каханный. Парламентарий ознакомился с работой избирательных участков, пообщался с наблюдателями и членами комиссий. А на своем участке под номером 1450 проголосовал сам. Когда мы видим фамилию в бюллетене, надо понимать, что это не просто фамилия в бюллетене. Это мы фактически выбираем стратегию развития Московской области на ближайшие пять лет. Все участки открылись вовремя. Безопасность, как и здесь, вот у нас уважаемые представители правопорядка везде присутствуют. Наблюдатели присутствуют везде. Выразить свою волеизъявление в стенах 10-й школы могли жители домов на улицах поселок Калинин Кирова, Карла Липкнихта, Новая, Парковая, а также Октябрьского проспекта. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 10 сентября в Люберцах прошел третий и заключительный день выборов губернатора Московской области. Среди тех, кто пустил избирательный участок и выразил свою гражданскую позицию, ветеран специальной военной операции Равшан Давранов и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. За процессом их голосования следили мои коллеги. Воинский долг выполнил, теперь пришла пора выполнить и гражданский. Равшан Давранов демобилизовал сейзонный СВО по состоянию здоровья весной этого года. На избирательный участок ветеран боевых действий пришел с женой. Супружеская пара, как никто другой, понимает, как сейчас важна стабильность. Ждем выполнения всех предвыборных обещаний, ждем процветания Московской области. Да и всей страны. Да и всей страны, да. В ближайшее время, чтобы все вернулись с победой. А там уже будем строить дальше. Светлое будущее. Участок, где проголосовала Чита Даврановых, расположен в Доме офицеров. Здесь на протяжении трех дней работали пять избирательных комиссий. Все эти три дня прошли хорошо, спокойно, активные избиратели, ну и дружеская обстановка. Конечно, все голосуют за свое будущее, хотят, чтобы было все по-прежнему красиво, хорошо у нас. На избирательном участке номер 1457 уже более 400 голосов. На третий день выборов свой гражданский долг выполнил Дмитрий Дениско. Основная масса понимает, для чего приходить на выборы. Есть люди, которые считают, что это ни на что не повлияет. Но с каждым годом я замечаю, что таких людей становится все меньше и меньше. Но нормальное явление, когда ты принимаешь участие в своем будущем. Позади три дня голосования. Жители городского округа Люберцы выбирали своего кандидата не только по месту проживания, но и с помощью дистанционного электронного голосования. Участки для голосования работали во всех поселках округа. Как организовали выборы на избирательных участках в Малаховке и Томилине, расскажем в сюжете. Семья Вороновых-Карповых живет в Малаховке. Переехали сюда в апреле прошлого года с Украины. Устроить детей в сад, школу и с работой власти помогли сразу. И в Московской области голосуют впервые. На избирательный участок пришли всей большой семьей. Вот пришли своей большой дружной семьей выполнить свой гражданский долг на благо стабильного и благополучного развития Подмосковья. Да, мы все за хорошее будущее, за будущее, за развитие, активное, во благо населения. Здесь большим теплом приняли семью беженцев, многодетных. Большая забота, поддержка от подмосковных властей региональных. Большая забота с первого дня. И везде на всех уровнях мы сталкиваемся с большой поддержкой, помощью. Начало новой жизни после обрушения старой. Очень тепло нас здесь приняли, встречают. И мы с большой благодарностью это воспринимаем и уже дома себя чувствуем. В этом году жители Подмосковья могли проголосовать и дистанционно. Если у избирателей не было возможности проголосовать через электронный носитель самостоятельно, помогали на избирательных участках. Люди, которым сложно с этим справиться, они приходят сюда, и мы им здесь помогаем. Ну, во-первых, нужно иметь при себе паспорт. Мы им помогаем просто сесть за компьютер, войти в госуслуги, а дальше они уже сами голосуют. Голосование происходит все равно тайно. Здравствуйте, как у вас началось голосование? Жители приходят? Как настроение? С каким настроением? Для прозрачности выборов и соблюдения избирательных прав жителей следили члены общественных организаций и депутаты. Сегодня я посетила избирательные участки 15-30, 15-31. Я посмотрела, как работает избирательная комиссия. Работа организована грамотно, нарушений законодательства нет. Информация о кандидатах все четко видно. Наблюдатели позитивно настроены. Всего в городском округе Люберцы в голосовании смогли принять участие 260 тысяч люберчан. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще одной локацией, где прошли выборы губернатора Московской области, стал лицей номер 42. Там работало 4 избирательных участка. С теми, кто пришел отдать свой голос за достойного кандидата, пообщались мои коллеги. Зинаида Уваркина никогда не пропускает важные события, которые происходят в стране. Постоянно участвует во всех общественно значимых мероприятиях. Сегодня как раз одно из таких. Жительница Люберец выбирает губернатора Московской области. Я ребенок войны, 41-го года рождения. Пришла проголосовать за будущее себя и своих близких, родных, внуков и детей. К примеру Зинаиды Васильевны последовали многие жители 115-го квартала. Уже в первый день выборов на избирательных участках было оживленно. На выборы пришли, потому что мы старые закалки, гражданский долг. Чтобы все у нас было хорошо, чтобы все делали для людей. Мы голосуем за это, чтобы для людей делали, чтобы нам хорошо жилось. Избирательные участки в 42-м лицее оборудованы КАИБами. Это специальные комплексы, которые автоматически обрабатывают бюллетени. За легитимностью проведения выборов следили наблюдатели от разных политических партий. А сотрудники полиции, в свою очередь, обеспечивали безопасность на участках. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На избирательном участке 1502 зарегистрированы 1657 избирателей. 150 из них участвовали в дистанционном электронном голосовании, что дало возможность проголосовать, не посещая избирательный участок. В Люберцах этим правом воспользовались около 24 тысяч человек. Хочу узнать, я проголосовала онлайн, прошло ли все нормально, все хорошо? Давайте проверим. У нас определенная система, которая позволяет нам проверить голосовавшего. Действительно, бюллетень у вас был выдан. Она, выдать бюллетень мы вам не можем, так как вы были включены в список дистанционного электронного голосования. Системы устроены так, что голос одного и того же гражданина не может быть засчитан дважды. Ветеран спецоперации Сергей Казаков пришел на выборы со всей семьей. Своё избирательное право реализовал на соседнем участке 15.00. Я проголосовал электронно-дистанционно, мать проголосовала стандартно. Мы не могли не прийти, не исполнить свой гражданский долг. Голосовали за будущее, за свет, за что еще, чтобы продолжал развиваться нашим под Москвой, город Люберце. За стабильность, за развитие Любереца. Всегда хожу на все выборы. Ну, если там, конечно, когда болеешь или что, какая-то причина. А так всегда. В здании Люберецкой 11-й школы расположено 4 избирательных участка. 10 сентября ровно в 20 часов они закрылись для подсчета голосов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом специальный выпуск новостей завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова